Доктор Скачко Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа Доктора Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. В которых я даю полезные советы или по-иному лайфхаки. Как правильно питаться. Как правильно пить воду. Как правильно двигаться. Как правильно дышать. Как правильно объединить эти основные компоненты. Чтобы у вас получился ваш собственный здоровый образ жизни. Уникальный здоровый образ жизни. В тех условиях, в которых вы живете. В соответствии с теми заболеваниями, которые вы, увы, возможно уже и приобрели. В зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических условий. В этом видео решил объединить два вопроса. Как правильно заниматься спортом или двигаться. И пить воду. Это критически важно знать. Потому, как если вы неправильно, либо не вовремя компенсируете потери воды. Можно расплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Поэтому смотрите это видео дальше. И вы узнаете основные ключевые точки, которые нужно контролировать. Чтобы правильно компенсировать потери воды в своем организме. При физических нагрузках. Ведете вы обычный образ жизни. Либо стремитесь заниматься более интенсивно спортом. Очень важно знать ваш долг по воде. Который возник у вас за ночь. Ночью человек спит. Организм активно при этом работает. Воду теряет. Через легкие. Через кожу. Через почки. И суммарную потерю воды нужно обязательно знать. Чтобы ее правильно компенсировать. Определить цифру не сложно. Вы взвешиваетесь вечером перед сном. И утром после сна. После того как опорожнили мочевой пузырь. Разница между двумя цифрами и есть искомая величина. Половину которой нужно компенсировать сразу после сна. Но. Есть разные виды воды. Которые могут в данном случае правильно войти в организм человека. Но. Для вас не все они имеют одинаковое полезное значение. Какие то могут быть полезны. Какие то нет. Как правильно выбрать ту воду. Которую лучше выпить утром после сна. Я вам расскажу чуть позже в этом видео. А сейчас перейду к элементу номер два. Как правильно подготовиться к физической нагрузке. И очень важно. Как правильно пить воду перед физической нагрузкой. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Пить или не пить воду перед физической нагрузкой. Определяет всего один показатель. Показывающий степень готовности вашего организма. К тем нагрузкам которые вы собираетесь выполнить. В тех условиях в которых вы собираетесь нагрузки выполнять. И этот показатель очень простой. Это чувство жажды. Жажда появляется. Когда мобильные резервы воды в вашем организме. Созданные в вашем образе жизни. И исчерпанные во время физической нагрузки. Закончились. Запасной воды в вашем организме уже нет. Кровь стала более густой. И если нагрузка в этих условиях при чувстве жажды продолжается. Чрезмерно большая нагрузка попадает на всю сердечно-сосудистую систему. Мышцы как работали так и работают. А сердце перекачивая уже слишком густую кровь к работающим мышцам. Чтобы снабдить ее и кислородом и питательными веществами. Работает со слишком большим напряжением. В результате слишком быстро развивается рабочая гипертрофия мышцы сердца. А потом и расширение полостей сердца. То есть формируется спортивное сердце. Поэтому если чувство жажды во время нагрузки у вас не появляется. Все прекрасно. Вы прекрасно готовы к этим нагрузкам. Если же чувство жажды появляется. Что делать в этом случае? Правильный ответ вы узнаете прямо сейчас. Чувство жажды возникает как результат потерь воды тремя основными путями. Путь первый включает работающая мышца. Она потребляет кислород. Создается кислородное голодание или гипоксия. И вы вынуждены чаще и глубже дышать. И с каждым выдохом вы теряете определенное количество воды. Путь второй включает та же работающая мышца. Превращая не всю энергию пищи в механическую энергию. Часть выделяется в виде тепла. Ваш организм согревается. И чтобы не перегреться и не умереть от перегревания. Включается потоотделение. Терморегуляция работает. Пот образуется. И часть тепла из вашего организма удаляется. Третий путь запускает та же работающая мышца как и весь организм в целом. В крови достаточно много всегда образуется конечных продуктов жизнедеятельности. Не важно где они образовались. Важно то что почки во время физической нагрузки также работают. И в каком-то объеме воды выделяют эти токсины в составе мочи. Моча не может вернуться в кровь и сделать кровь более жидкой. Поэтому эта потеря не у каждого значительна. Но она все равно присутствует. И как только появилось чувство жажды у вас вопрос. Что делать? Правильный ответ диктует цель которую вы перед собой ставите. Если чувство жажды появилось у вас в пути к золотой олимпийской медали. Либо к миллиону долларов. Либо к иным каким-то благам. И вы готовы поменять свое здоровье на достижение этой цели. Тогда вы нагрузку продолжаете. И воду лучше в данном случае пить. Вы кровь сделали более жидкой. Сердцу легче доставлять кровь к работающим мышцам. Ну или к другим к коже. К легким. Но. Крови стало больше. Нагрузка на сердце стала больше. Вы раньше приобретете такое так называемое спортивное сердце. А там есть свои риски. Свои особенности поведения. Если же вы спортсмен. Но чувство жажды появилось у вас в тренировочном процессе. Не на соревнованиях. Я бы советовал вам на этом этапе физическую нагрузку постепенно уменьшить. Перейти в период восстановления. И скорректировать свой образ жизни. Чтобы мобильных резервов воды в вашем организме было больше. Иными словами. Чтобы в следующий раз вы могли выполнить физическую нагрузку. Более значительную. Без ущерба. Для вашего здоровья. Такой же совет я бы дал тем кто занимается спортом для себя. Вы же пришли заниматься спортом. Не для того чтобы здоровье терять. А для того чтобы здоровье приобретать. Поэтому появилось чувство жажды. Вы опять таки физическую нагрузку уменьшаете. Перешли в период восстановления. И дальше делаете те действия. О которых я расскажу чуть позже. Но это очень важный момент. Ни в коем случае. Если у вас нет большой цели. Ради которой вы готовы расплатиться своим здоровьем. Пить воду во время физической нагрузки. Многие часто так делают. Этого делать не стоит. По одной простой причине. Если мы посмотрим на организм в целом. То увидим очень простую картинку. Да вот кровь. Она исходно до нагрузки. Должна быть более менее жидкой. Эритроциты имея заряд на мембранах. Отталкиваются друг от друга. Формируя такой своеобразный каркас. И между эритроцитами находится вода. Кровь жидкая. Во время физической нагрузки. Кровь густеет. Она становится вот такой. Нагрузку становится выполнять тяжело. Если кровь превращается в монетные столбики. Потому что работающая мышца. Усиливает выработку свободных радикалов. Они увеличивают вязкость крови. Здесь вода содержится практически в очень малом количестве. В кровеносной системе. И появляется чувство жажды. Можно конечно сюда влить воду. И несколько сделать менее густой кровь. Но. Очень опасное занятие. Потому что одно дело. Когда вы создали резервы. В среде ткани. В клетках. Здесь примерно 90-95% объема вашего организма. И здесь воды много. Кровь это 4-5% объема вашего организма. Тут небольшой запас воды. Кровь здорового человека содержится в 200 мл свободной жидкости. Все. Только она уходит путем испарения. Через легкие. Либо через кожу. Либо образующейся мочой через почки. Пока у вас резервы. Созданные в среде ткани в клетках. Присутствуют. У вас те 200 мл как были в начале нагрузки. Так в процессе ее содержатся. До появления чувства жажды. Появилось чувство жажды. В крови нет свободной жидкости. И санитаткань клетка не могут дать новые резервы. И вы вливаете жидкость в желудочно-кишечный тракт. Вода попадает в кровь. Но. Одно дело. Когда капельно. Дозированно. Сколько капель пота из кожи выделилось. Столько капель воды и санитаткани зашло в кровь. И кровь жидкая. Пока эта вода есть. А когда вы пьете воду. Даже несколько глотков делаете периодически. Во время физической нагрузки. Вы не можете управлять этим процессом. Вы не знаете сколько воды нужно. В данный момент. Чтобы попала в кровь. Она попадает очень легко и быстро. Ведь пищеварительная система. Чаще всего. Всянуши из желудок. Перед физической нагрузкой должен быть пустым. Иными словами. Вода всасывается легко и просто. И достаточно быстро. И вы создаете своему организму. Не самые лучшие условия. Резко меняя вязкость крови. И условия для работы. Сердечно сосуются системы. Поэтому. Пить. Либо не пить. Во время физической нагрузки. Только ради большой цели. Но не так часто это у вас будет получаться. Потому как продолжение работы в этих условиях. Приводит к быстрому износу. Не всей сердечно-сосуются системы. Но мышцы сердца. Вначале рабочая гипертрофия. Потом расширение полостей. Спротивное сердце. И дальше. Возможны разные события в вашей жизни. В любой момент. В любое время. Поэтому. Так делать не стоит. А вот. Что нужно делать. После окончания физической нагрузки. Как правильно пить воду. В этом случае. Вы узнаете. Прямо сейчас. Как правильно пить воду. После физ. нагрузки. Ни в коем случае. Не сразу. Вы должны дождаться. Когда сердечно-сосудистая система. Вернется в исходное состояние. И мы с вами пульс был 72 до нагрузки. Пока не снизится хотя бы до 80. Пить воду нельзя. Иначе вы сорвете работу сердца. Более того. Время на восстановление. Это степень готовности вашей. Вашего организма к физическим нагрузкам. Оно должно быть не более трех. Особенно пяти минут. Если больше. Ваш организм к таким нагрузкам не готов. Очень важно. Душ. Вы сбрасываете тепловую нагрузку. Прохладной водой в душе. И экономите воду. Которая иначе будет теряться вашим организмом. С выделяющимся потом. И вы немножко сэкономите воду. Это очень важно. Потому как вода. Такие видимые потери. Они понятны. Но. Вода. При физических нагрузках. Вы должны употреблять больше белка. Не важно какого происхождения. Растительного. Либо животного. А белки. Для удаления. Полноценного удаления белковых токсинов из организма. Или конечных продуктов обмена. Нужна еще вода. Если вы неправильно. У вас вес вроде как сохраняется нормально. Он у вас не теряется. Может даже немножко увеличивается. Но. Если воды не хватает почкам. На удаление этих белковых токсинов. У вас болят суставы. У вас скрипят суставы. Хрустят суставы. У вас выпадают волосы. У вас появляется депрессия. У вас появятся другие признаки нехватки воды. Обостряется солевой диатез. Простатия. Туритрит. У женщин. Мастопатия. Это разные заболевания. Которые показывают. Что воды для удаления белковых токсинов. У вас просто не хватает. Может измениться качество пота. Он станет немножко другого запаха. Но. Чтобы скомпенсировать в этом вопросе. Такие видео со временем появятся. И на этом моем канале. Как правильно питаться. Особенно белковой пищей. В связи с физическими нагрузками. Какую пить воду утром. Я говорил что скажу чуть позже. Такое видео есть на этом моем канале. Как правильно пить воду утром натощак. После сна. Наберите. Посмотрите. И вы будете знать. Что делать вам с утра. Тогда ваш уровень здоровья. Если вы правильно все делаете. Будет высоким. А те заболевания. О которых я только что рассказал. Они обостряться не будут. Вот на этой позитивной ноте. Я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. В крепком здоровье. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете. Кому отправить ссылочку на это видео. Не забудьте поставить на него лайк. Возможно написать что-то в комментариях. Я в следующем видео расскажу. Как правильно пить воду. В связи с заболеванием гриппом. Либо другими простудными заболеваниями. Сезон на улице не самый простой. Грипп не самая простая инфекция. И правильно пить воду при гриппе. Очень важно знать. До новых встреч на моем канале. Если вы подписчик. Сообщение об этом видео придет вам в почту.